Речь идет о вмешательстве в переписку демократической партии. Фактически тогда речь шла об этом. Отметим, что речь идет о статье 5, фактически, когда страны и государства вмешиваются. Это первый момент. Второй момент. Как бы, так сказать, раскрытие программы, директор Коми сказал, что программа 702, которая позволяет сбору разведывательных данных, фактически речь идет о том, что здесь имеет место демаскирование, и это важно. Понимаете, речь идет об демаскировании американских граждан, когда они общаются с иностранным агентом. Фактически такого рода демаскирование никогда не должно использоваться в качестве орудия политической деятельности. Речь идет именно о 702. Такого рода демаскирование может происходить только в определенных обстоятельствах. Именно поэтому мы находимся здесь. Именно поэтому, фактически, мы обсуждаем тему России. И, соответственно, свидетели здесь присутствуют здесь с разбором именно этого материала. Сенатор Варнхоуз, сенатор Фейнстайн, сенатор Герсли. Я думаю, что они активно в этом отношении работают, и мы очень рады тому, что они здесь присутствуют. Спасибо, говорит председатель, спасибо за представление относительно того, как Россия повлияла на наши выборы. В январе было сказано, что российское правительство по приказам Владимира Путина фактически повлияло, пыталось влиять к кампанию 2016 года. Ректор Коми говорил, что ФБР на самом деле в этой связи расследует попытки России повлиять на выборы 2016 года. Очень важно здесь восстановить связи между теми лицами, которые имеют отношение к кампании Трампа и российским правительствам. ФБР и разъединительное сообщество работают достаточно адекватно. Это не является чем-то публичным. Мы выясняем известные факты, мы выясняем факты, которые требуют расследования и на которые мы должны дать ответы. На первом заседании, 15-го, мы сшили по поводу инструментов России. Теперь мы можем задать, какие из этих инструментов были использованы русскими против нас в 2016 году. Соответственно, пропаганда, фальшивые новости, тролли и буксы. Соответственно, система РТ и спутник, они манипулировали новостями, передавали фальшивые новости. И, соответственно, эти фальшивые новости открыто поддерживали кандидатуру Трампа. И имело место негативное представление в средствах массовой информации. Секретаря Клинтона, далеко идущие усилия со стороны России использования троллей, в частности. Соответственно, эти факты не оспариваются кем бы то ни было. Далее. Хэкинг и воровство политической информации. Российские разведывательные службы и хэкеры, находящиеся на государственной службе, они фактически оказывали воздействие на целого ряда. Они, кроме того, воровали частную информацию и близкие моменты. Мы говорим о том, что это подтверждают многочисленные источники. Далее. Фактически, мы имеем участие в таких организациях, как WikiLeaks и так далее. Фактически, это было сделано все для того, чтобы манипулировать общественным мнением. Да, Роджер Стоун, фактически, он подтверждает, фактически использовались украденные данные. Время является важным моментом. 7 октября были сделаны широко известными фактические моменты. И, кроме того, дальше речь идет об информации, которая была украдена у Джона Подесты. Далее, соответственно, речь идет относительно попыток России в отношении президента Черногории. Кроме того, фактически, речь идет о чем-то таком, что является продолжением попыток отравить Виктора Ющенко. И, соответственно, Владимир Карамурза является также тем человеком, который, возможно, жертвой такого рода воздействия. Итак, сценарий Кремля – это экономическое проникновение, фактически, вмешательство в политические и экономические моменты. Путинская нефтеполитика, контроль природного газа также сюда относятся. Да, всякого рода сомнительные теневые действия. Директор ФБР Коев в прошлой неделе сказал, что Соединенные Штаты являются последним местом нахождения корпорации «Шелл», где фактически мы можем говорить о том, что иностранные деньги направляются для воздействия на решение. Это имеет отношение к этим вопросам. Мы не знаем, кто стоит за этими темными деньгами, и что требуется в ответ использования корпораций «Шелл» и другие системы. Россия воздействует на сильных, мощных фигур. Соответственно, это морковка, так сказать, когда речь идет о взятках, или же, когда речь идет о негативных воздействиях. Отметим, что такого рода политика проводится с середины 90-х годов и вплоть до 2000-х годов, соответственно. Отметим, что фактически речь идет об использовании приемов, которые характерны для организованной проступности. Фактически все это имело отношение к Трампу и его кампании. Фактически Дональд Трамп-младший сказал, что у него был целый ряд и большое число поездок в Россию в связи с проектами по недвижимости. И фактически, на самом деле, речь идет здесь о том, что создаются серьезные запасы средств. То есть целый ряд серьезных вопросов возникает здесь. Конечно, президент Трамп может прояснить эти вопросы, дав информацию относительно своих финансовых документов. В прошлую среду директор Коми сказал, что финансовые моменты использовались в России на протяжении многих лет. Однако еще во времена Джозефа Олсапа использовался, так называемый говоря, по-русски компромат или компрометирующие материалы. Соответственно, Россия использует эти моменты для того, чтобы попытаться скомпрометировать целый ряд воздействий. Здесь мы задаем вопрос по этому поводу. Мы знаем, что около Трампа находится целый ряд людей, которые являются дружелюбно настроенными по отношению к России. Майкл Флинн, в частности, соответственно, имеет дружелюбные отношения с военной разведкой Росситки. Он принимал участие в праздновании на мероприятии компании РТ, российское телевидение, и он там сидел очень близко, рядом с Владимиром Путином. Соответственно, он стал неформальным советником по национальной безопасности у Трампа, когда Трамп был выбран в конце, другая фигура, Пейдж. Пейдж говорил, что определенные моменты были серьезно поставлены под вопрос за счет определенной... Кроме того, были встречи с Сергеем Кислякум, это относилось, в частности, с Сэшенсом. Соответственно, Джаред Кушнер, зять Трампа, имел отношение к такого рода момента. Вашингтон пост опубликовал, что там был большой набор встреч, и заместитель министра иностранных дел России говорил о том, что они общались с компанией, с выборной группой Трампа. Отметим, что в конце 2016 года президент Обама назвал целый ряд мер против России, соответственно. Однако, когда речь шла о встрече Флинн с Кисляком, то в конечном счете, в последующем, Флинн дал ложную информацию относительно содержания своих разговоров с Кисляком. Президент и его администрация должны объяснить это. Отрицание фактов использования в шивых новостях прошло более ста дней администрации Трампа, и только один человек фактически призван к ответственности за неправильные контакты с русскими. Это был Майкл Флинн, однако, говорится о том, что в конечном счете эти контакты не были недопустимыми, не были неправильными, просто, соответственно, имело место неправильное понимание. Однако, в конечном счете, все это, в то это мы имеем серьезные моменты. Отметим, что фактически 18 дней, 18 дней прошло между тем моментом, когда происходили контакты Флинта и в конечном счете российскими представителями. Я искренне надеюсь, что на этом слушании мы услышим что-то, что позволит нам в конечном счете получить сведущие данные. Сенатор Грэм, господин Клаппер, это бывший директор национальной разведки, он в течение целого ряда лет был на этом посту, соответственно, и кроме того, кроме того, мы услышаем исполняющего обязанности министра юстиции в прошлом, того и другого. Итак, вы согласны говорить здесь правду, только правду и ничто, кроме правды. Господин Клаппер. Сенатор Грэм, члены подкомитета, я хочу высказать по вопросам, о которых сейчас шла речь, соответственно, понятно, что я в конечном счете обеспокоен серьезным русским вмешательством, поэтому мы должны от имени обеих партий сосредоточить внимание на этом. Была представлена сводка и достаточно интересный обзор, фактически была проведена, кроме того, оценка по этим моментам. Фактически, в конечном счете, мы говорим о том, что такого рода информация в несекретной форме была до сведения соответствующих людей. фактически это теперь относится к тому периоду, когда уже этот документ был сделан. Белый дом попросил определенные моменты здесь выступить, и непосредственные официальные знания остановились на 20 января, когда я ушел в отставку со своей со своей должности. ЦРУ, ФБР и другие организации, три организации, на основании которых я свои соображения и основываю. В конечном счете речь идет относительно того, чтобы мы имели здесь достаточно полное показание этого. двухсот аналитиков, зрелых экспертов, они должны были проанализировать это, и они проанализировали эти данные по разведку и пришли к целому ряду важных заключений. Включая активное использование кибер-вотможностей, россияне использовали это против обеих республиканских партий, в том числе взломали серверы используемые национально-экономерно-экономерно-экономерно-комитетом и использовали данные упрайденные Викиликс и другими каналами. Они при этом не публиковали связанную с республиканцами информацию. Первый выбор сделан о том, что президент Путин использовал эту кампанию для того, чтобы добиться утери доверия со стороны американцев в адрес наших процессов выборных также ряд других целей и, в частности, для того, чтобы поставить более выгодное положение президента Трампа. ЦАКа была проведена тремя ведомственными государственными и вашей покорной слугой. И соответствующий брифинг был проведен со стороны президента Обамы, а также надо сказать, что секретная версия этого доклада была снижена многочисленными поправками и комментариями, и то, что было публикованно соответствовало секретной версии. Четыре месяца с лишним прошло, и директора Коби и Роджерс давали показания 20 марта и надо сказать, что выводы, которые были тогда и сделаны, до сих пор соответствуют действительности, что, в свою очередь, говорит об высоком уровне профессиональности сотрудников развития сообщества, которое давало показания и работало в условиях очень жестких обстоятельств с коротким сроком выполнения задачи. четыре связанных темы поднимались, которые имеют смысл разъяснить, и я хочу прояснить, прояснить, дать, прежде всего, разоблачение, в кавычках, это термин, который использовался в СМИ в последние месяцы, и он неправильно используется, и неправильно понимается, как нередко бывает в ходе проведения законным образом слежения за тем или иным лицом по различным законным причинам, попутно, случайно, собирается и другая информация, которая становится достоянием соответствующих органов. Существуют процедуры минимизации, которые действуют в разведывательном сообществе, и при этом те, не против кого направлены такие разыскные оперативные мероприятия, информация соответствующим образом редактируется и не доводится до сведения, но те, кто являются получателями такой информацией, могут поинтересоваться личностью тех лиц, о которых получена такая информация. Этот процесс и назван вводящим в заблуждение словом разоблачения или снять маски. И личность эта, будучи установленной, предоставляется только тому, кто запросил информацию об этой личности, а не широкой общественности. И в 2016 году таких лиц было 1900 с лишним человек. Я запросил личности ряда людей за время своей работы в каждом таком случае. Я запрос такой защищал для того, чтобы полностью понять контекст коммуникации и потенциальную угрозу, которую такие коммуникации могли представлять. Ни разу я не делаю этого из любопытства или из каких-то личных соображений, да и неизвестно мне вообще о том, чтобы кто-либо когда-либо такого рода вещами занимался. Второе утечки. Утечки и разоблачения или снятие маски это две совершенно разные вещи. Первое это то, что делается совершенно законным соображением после просьбы соответствующего ведомства. Утечка это полностью противоположный процесс. за мои 15 лишних лет в разведенном сообществе я убежден в том, что утечки ставят под угрозу не только жизни конкретных людей, но и интерес национальной безопасности. И сам я сознательно никогда не раскрывал секречную информацию. Третье контрразведственное мероприятие, которое проводит ФВР. Я не могу комментировать какие-либо конкретные контрразведственные мероприятия в данном контексте. Важно понимать, каким образом они вписываются и как они соотносятся с разведенным сообществом, по крайней мере, с точки зрения общей практики, которую я придерживался за то время, в которое я принимал участие или на отношении к контрразведственным мероприятиям ФВР. когда получаются информация о том, что американское лицо действует в интересах зарубежной страны, тандартная процедура заключается в том, чтобы поделиться этой информацией с ведущим следственным органом, которым является ФВР. Затем бюро решает, заниматься ли дальше этой информацией и заниматься ли дальше каким-либо расследованием, если есть возможность раскрытие дополнительной информации за мою работу. Моя практика заключалась в том, чтобы директоров Мюллера, а потом Коми, информировали о том, когда, в какой степени они ставили меня в вводили меня в курс такой информации. И, как последствия, я не знал о контрразведительных расследованиях, о которых директор Коми говорил во время дачи им показаний 20 марта, и это соответствует моим публичным заявлениям. Наконец, я также хотел подсказать о поправках к закону о наблюдении, наружном наблюдении, и прослушивании. По нему суды могут давать разрешение проводить слежения за неамериканскими и, повторяю, неамериканскими лицами за пределами США. И раздел 760 номер 2 был и остается очень важным инструментом при проведении контртеррористической деятельности. и, как председатель Грэм заметил, раздел 7.02 будет пересматриваться Конгрессом в этом году, он был возобновлен в прошлом году, и завершает свой действитель в декабре этого года. Будет трагедией, если он не будет возобновлен, и мы тем самым потеряем инструментарий, который чрезвычайно важен для безопасности нашей страны. Деятельность России по осуществлению воздействия на американские выборы стали беспрецедентно высокими за последние долгие годы, в связи с чем, наверное, они сами себя поздравляют, при том, что они с минимальными затратами сумели добиться весьма серьезных успехов, в кавычках, и, я думаю, это окрылило их и придало им уверенность в том, что продолжается заниматься деятельностью не только в этой стране, но и по всему миру. И, сейчас, как никогда, важно призвать к проявлению бдительности и осторожности, и аккуратности. Я думаю, что этот эпизод как раз служит демонстрацией того, что мы столкнулись и сталкиваемся с угрозой, которая ставит под вопрос саму суть, саму ткань нашей демократии. У меня все. Микрофон. Спасибо. Представитель Грэм и следующие старшие комитета, члены подкомитета, для меня большая радость присутствовать сегодня с вами и отвечать по этим важным вопросам о вмешательстве России, наши президентские выборы и все темы, которые связаны с расследованием подкомитета. 27 лет я представляла народ США. Для меня это большая честь в Министерстве юстиции. И я начинала в качестве помощника генерального прокурора в Атланте в осенью 1989 года. И как все прокуроры, я ввела расследование, выступала в суде и работала для того, чтобы обеспечить безопасность наших сообществ и чтобы призвать к ответу тех, кто нарушал наши законы. С течением времени я прошла через пять администраций американских, республиканских, демократических, и я потом работала в секции по борьбе с коррупцией, потом я была заместителем министра юстиции, потом министром юстиции. И потом я где-то около двух лет работала замминистра юстиции, и потом, когда тягощая администрация попросила меня продолжить в качестве министра юстиции. В течение своей работы в министерстве для меня было большое удовольствие работать с талантливыми профессиональными сотрудниками министерства, которые применяли законы с большой осторожностью и приверженностью, и которые являлись стержнем департамента. И на каждом своем посту, начиная с своей роли в качестве прокурора, вплоть до министра юстиции, я выполняла свою ответственность для того, чтобы слить за правосудием, и чтобы действительно соответствовать тому доверию, который американский народ на меня возложил. Я хотела бы благодарить этот подкомитет за то, что он проводит такое непредвзятое расследование, это важные темы, и усилия иностранных агентов, которые хотят вмешиваться в наши демократические процессы, демократические процессы наших союзников, представляют серьезную угрозу всем американцам. И эти слушания, другие такие слушания, проведенные подкомитетом, которые будут проводиться в будущем, это очень важный двупартийный шаг для того, чтобы мы могли обеспечить демократию в нашей стране. И оценка разведсообщества 27 января говорит о том, что Россия будет продолжать проводить подобную деятельность и предоставлять угрозу. США, мы должны им противостоять. Я хочу благодарить за возможность выступить сегодня и участвовать в этом процессе. В ходе ответа сегодня на ваши вопросы я постараюсь предоставить как можно более полную картину, вместе с тем буду соблюдать ограничения юридические, которые на меня накладываются. Я понимаю, что сегодня очень многие чувствительные вопросы будут обсуждаться и которые я не смогу в открытом формате полностью обсудить. Я должна защищать засекреченную информацию, будучи, когда я была и государственным чиновником, и, несмотря на то, что я больше не работаю в Министерстве юстиции, вместе с тем я не уполномочена разглашать информацию, которая обсуждалась исполнительной властью, особенно, если эта информация является частью ведущегося расследования, и я очень серьезно отношусь к своим обязанностям. Я благодарна за то, что подкомитет также привержен в защите секретности информации и в ходе расследования, которое проводит сейчас Министерство юстиции и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. У вас будет возможность задавать вопросы. Сенатор Файнстайн. Большое спасибо, председатель. Я вкратце скажу. Мы подготовили для комитета, и я хотела бы наших сотрудников попросить распределить некоторую историческую справку о генерал-лейтенанте Майкле Флини и содержащей ключевые даты, которые помогут подкомитету ориентироваться. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью поблагодарить подкомитет председателя Грэма и следующего старшего за ту работу, которую вы проделали. Очень вам благодарны. Сейчас я хотела бы сделать несколько замечаний, если это можно, чтобы для протокола все зарегистрировать. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась. Мы видим это даже на примере французских выборов, может быть, не в том же масштабе, но все-таки они сделали повторную попытку вмешательства в выборы. 9 февраля 2017 года Вашингтон-Пост выпустил статью, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента Пенса, или Пенс неправильно высказался, и он ушел в отставку 13 февраля четыре дня спустя, после того, как в посте вышла эта статья. По-прежнему остаются многие вопросы по поводу Флинна и о том, кто, что знал и когда. Эта информация была известна. Например, пресса сейчас публикует, что в дополнение к предупреждению Салли Йейтс была также озабоченность поднята президентом Обамой, который напрямую высказал свою озабоченность президенту Трампу за 95 дней до того, как вышел в отставку Флинн. Поэтому вопрос такой возникает. Какую роль Флинн играл в действии с Россией после первого предупреждения, которое сделал президент Обама, и уже после предупреждения, которое сделала Салли Йейтс. И я хотела бы этот вопрос сегодня задать. Какую роль Флинн играл в решениях и на высоком уровне национальной безопасности в течение 95 дней и потом 18 дней после того, как Белый дом был уведомлен о его деятельности. Поэтому я буду задавать вопросы об этом. Хочу услышать на эти вопросы ответы от вас, бывшая исполняющая обязанности министра юстиции Йейтс. Вы 26 января говорили, что буквально три недели после того, как Флинн вышел в отставку, что он не был полностью откровенен и что он может быть скомпрометирован и Россия может его шантажировать. И возникают вопросы о том, кто мог, собственно говоря, находиться под слежкой российской разведслужбы, которых можно было бы потом использовать. И я все свои замечания сейчас для протокола сдаю, господин председатель, и надеюсь по этим темам иметь возможность задать вопросы. Большое спасибо. Господин председатель, я хотел бы также, чтобы было внесено в протокол письмо от 18 ноября 2016 года за авторством Элайджа Каммингс с учетом того, что выбранный на тот момент вице-президентом Майк Пенс говорил о конфликте интересов со стороны генерала лейтенанта Фрина. Господин Клэппер, вы ответили на вопрос о том, существуют ли разведки данные, которые поддерживают эти заявления о том, что были ненадлежащие контакты. Вы сказали, что мы не включили такие сведения в наш доклад и мы не обнаружили ничего, что в какой-нибудь степени говорило об сговоре между членами избирательного штаба Трампа и россиянами. Чак Тодд спросил, я это понимаю, но есть ли такие сведения? Вы говорите, нет, насколько я известно, насколько мне нет. А в соответствии с этой действительностью? Да, соответствует. Госпожа Ейц, есть ли у вас какие-либо доказательства или известно о каких-нибудь доказательствах, что во время кампании 2016 года кто-либо в избирательном штабе Трампа состоял в сговоре ненадлежащим образом с россиянами? Мой ответ на этот вопрос потребует, чтобы я разгласила засекреченную информацию, не могу этого сделать. Ну, что же, мне это не очень понятно, потому что он только что сказал, что он выпустил доклад, и он сказал, что он не знает о существовании таких средств. Что вы можете знать такого, что нет в докладе? Я думаю, что директор Клаппер также сказал, что он не знал, что ФБР проводил контрразведывательную Правильно ли будет сказать, что контрразведывательное еще не дошло до такой стадии, чтобы быть включенным в доклад? Правильно это, господин Клаппер? Да, вероятно. Возможно. Мне непонятно, каким образом в ФБР может быть контрразведывательное следствие, из которого вытекает, что был сговор, а вы, как директор разведки американской, об этом не знаете и подписываете доклад о том, что не было никакого сговора. Я могу только предполагать, почему так оно было и почему не было свидетельств, если были какие-либо свидетельства и доказательства, почему они не достигли того порога, за которым они считаются неоспоримыми доказательствами. Ну что же, понятно. Для меня это имеет смысл. Вам известно о досье на господина Трампа, который какой-то человек в Англии составил? Да, я в курсе. С вашей точки зрения заслуживания на доверие, мы не принимали никакого решения по нему. Одна из причин, по которой мы не включили этот доклад. То есть, вы не считали достаточно заслуживающим внимания и доверия. Мы не могли вернее подтвердить достоверность сведений. Вы знакомы с этим досье? Если я могла бы прояснить кое-что, потому что я думаю, что сенатор, может быть, меня не понял. Вы меня спросили, знала ли я о каком-то доказательстве сговора. Я отказалась отвечать, потому что я тогда раскрыла бы классированную информацию. И это тот же самый ответ, что и директор Коми отдавал этому комитету, когда ему тот же вопрос задавали. И он хотел тогда четко сказать, я хочу утвердить, что то, что я не могу ответить на этот вопрос, не нужно, пожалуйста, делать умы заключений, что ответ является да. Хорошо, справедливо. Я также считаю, а я также хочу сказать, что это подчеркивает то, что я пытался сказать в своем заявлении об уникальном положении, которое занимает ФБР, между разведкой и правоприменением. Я просто хочу сказать, что то, что они делают в плане контрразведки, господин Клайпер об этом не знал, господин Клайпер не включил этот доклад и не знал, что из этого следует. Госпожа Ейц, что вы сказали, госпожа Ейц, Белому Дому, Попового Дома генерала Флина? У меня были две личные встречи и один телефонный звонок с советником Белого Дома, юрисконсультом Белого Дома Флини. Первая встреча была 26 января. Я позвонила Дону Магену утром, и я сказала, что у меня есть очень чувствительный вопрос, который я должна с ним обсудить. Я не могу по телефону обсудить этот вопрос, должна лично это сделать. Он согласился со мной встретиться во второй половине дня того же дня. Я также встретилась со старшим сотрудником отдела по национальной безопасности, который вместе с Магеном со мной встретился. Я приехала в Белый дом, чтобы мы могли обсудить в его офисе эту засекреченную информацию. Мы начали нашу встречу с того, что сообщили ему, что были разные в прессе заявления о Майке Пенси и других о том, что господин Флинт участвовал в какой-то деятельности, что он неправду говорил о своей деятельности. И опять-таки очень осторожно сейчас попытаюсь сформулировать так, чтобы не раскрыть засекреченную информацию. Речь идет относительно разведданных из системы, я тоже не могу ответить, потому что я тогда буду раскрывать искреченную информацию. Я не могу Попросил ли кто-либо демаскировать беседы между российским послом и экспонатом Флинном? Я не могу ответить на этот вопрос. Я бы, так сказать, в другом контексте это, может быть, можно обсуждать. фактически запрос относительно демаскирования беседы между генералом Флинном и российским послом. Я не могу отвечать конкретно и говорить об этом конкретном моменте. Фактически эти данные все документированы. Я не хотел прерывать вас, однако для меня это важно. Каким образом эти беседы между российским послом и генералом Флинном оказались в распоряжении Вашингтон Пост? Это важный вопрос. Большой вопрос. Я не знаю ответа на этот вопрос. И я тоже не знаю ответа на этот вопрос. Правильно ли сказать, что кто-то внес запрос о демаскировании участников этого разговора и фактически мы могли бы тогда выяснить, каким образом это было сделано? запрос о демаскировании. И я хотела бы, чтобы этот вопрос вы спрашиваете, если запрос будет направлен в Миссистое юстиции? Запрос о демаскировании. Я говорю о разговоре между господином Флинном и российским послом. Фактически был ли сделан запрос на демаскирование, как мы говорим этого разговора? Правильно ли я понимаю это? Хорошо. Что вы говорите под конец Белому Думу? Итак, я им сказала, что было несколько публикаций о вице-президентах и других высокопоставленных чиновников о поведении Флинта, которое может быть интерпретировано как ложное заявление. И как мы эту информацию получили, как мы узнали о том, что это было неправдой, и также у юрис-консульта был его сотрудник, и мы обсуждали поведение генерала Флинна. Я не могу сейчас поделиться содержанием нашей беседы, но мы довольно подробно обсудили поведение генерала Флинна, что он сделал, и разные обсудили отчеты в прессе. Мы также сказали юрис-консульту Белого дома, что генерал Флинн 24 февраля прошел интервью с ФБР, господин Магел спросил меня, как это происходило, я ответила, что не могу ему ответить. Потом мы с господином Магеном обсудили, почему мы ему эту информацию сообщали. Прежде всего, мы господину Магену пытались объяснить, что поведение генерала Флинна может представлять проблему саму по себе. Второе, мы сообщили ему, что мы думали, что вице-президент и другие имели право знать, информацию, которую они распространяли американскому народу, была ложной. И мы хотели совершенно четко с самого начала заявить, что мы не обвиняли вице-президента Пенса в намеренном предоставлении ложной информации американскому народу. Более того, господин Маген ответил мне и сказал, что все, что генерал Флинн мог бы сказать, или господин Пенс, что бы сказал, все это основывалось бы на информации, предоставленной ему, Флинном. И мы также были озабочены, что американский народ был введен в заблуждение о поведении генерала Флинна. И, помимо этого, мы были не единственные, кто знал об этом, что Россия также располагала информацию о деятельности Флинна, и Кремль также знал о том, что генерал Флинн ввел в заблуждение вице-президента и других, потому что в СМИ по отчетам было видно, что они повторяли то, что генерал Флинн им сказал. И это представляло проблему, потому что не только мы считали, что Россия располагала информацией такой, у них было доказательство этого. И это могло скомпрометировать Флинна, когда советник национальной безопасности мог подвергнуться шантажу со стороны России. И, наконец, мы сказали им, что мы предоставляем вот эту всю информацию для того, чтобы они могли подпринять соответствующие действия, которые они считают нужными. И потом меня спросили, нужно ли уволить генерала Флинна. я сказала, что это не наше решение, это их решение, мы просто предоставляем информацию, чтобы уже они сами предпринимали необходимые действия. Спасибо. Краткий вопрос. Соответственно, когда речь шла о попутном сборе информации, когда речь идет о президентском кандидате, соответственно, о сотрудниках аппаратов, кандидатов, что-то сказать? Что вы сказали? Да, когда речь шла о попутном сборе информации, когда разведное сообщество собирает информацию, касающуюся кандидатов президента от той партии или другой, речь идет о 2015 или 2016 году. Такого разбора проходил, да или нет? Я думаю, что директор Коми тоже ему задавали этот вопрос, и он отказался на него ответить, поэтому я буду следовать его примеру. и сказать, добавить, что, пожалуйста, не думайте, что, если я отказываюсь отвечать, это означает, что я на самом деле могу сказать да. Мой ответ такой, что это не относится к внутренним вопросам. Следуя за линией директора Коми, он давал показания на полном заседании комитета ФБР провело интервью господина Флина за день или за два дня до встречи, которую вы провели в Белом доме, и вы говорили о том, что вы сказали консультанту Белого дома относительно Флина, и Маган соответственно спросил, как вы это сделали, соответственно, если у вас документ 3-0-2 с собой соответственно. Нет, ФБР проводил интервью на 24-го, мы 25-го получили от них протокол, подробный протокол от агентов, которые проводили интервью, но мы не хотели ждать 3-0-2, потому что нам, мы считали, очень важно наискорейшим образом эту информацию предоставить Белому дому, потому что агенты много собрали информации, мы хотели убедиться в том, что воздействие на расследование будет проходить должным образом. это резюме вы взяли с собой. Был ли у вас с собой документ, который описывает это интервью ФБР с генералом Флином? На тот момент у меня были записки, описывающие интервью, также старший сотрудник из отдела пенсиональной безопасности, который участвовал во всех этих интервью с ФБР. Вы обсуждали вопросы уголовного преследования с господином Флином, с генералом Флином? Насколько я помню, нет, эта тема не возникла во время первой встречи, но во время второй встречи этот вопрос был поднят, когда господин Маген позвонил мне снова на следующее утро, после того, уже 27 числа, и попросил меня снова прийти к нему в офис. Я пришла вместе с сотрудником службы спецпезопасности, и мы как раз обсудили вот именно эту тему. Он спросил, насколько некоторые законы, уголовные статуты могут быть применены в этой ситуации. А вторая встреча в Белом доме? Это происходило в его офисе? Да. И там участвовали те же люди? Да. 27-го утром после нашей встречи, 26-го утром 27-го, господин Маген мне позвонил и пригласил меня снова прийти в Белый дом для того, чтобы в дальнейшем обсудить эту тему. Мы назначили время, я была там во второй половине дня, тот же самый сотрудник был со мной из отдела потенциальной безопасности, который занимался расследованием. Он также там присутствовал другой сотрудник из Белого дома, и мы те же вопросы обсуждали. Вы могли бы, вероятно, подождать до того момента, когда вы получили документ 3.02. Зачем не подождать, а прямо сразу двигаться? Это было срочное дело. определить, насколько важно было уведомить, мы должны были решить некоторые важные моменты здесь учить, потому что мы считали, что очень важно Белому дому донести эту информацию как можно быстрее, потому что вице-президент, не ведая того, делал ложные заявления общественности, и мы также боялись, что Флинн будет скомпрометирован. И мы пытались поддерживать расследование ФБР, сбалансировать их работу, и учитывать их озабоченность, их... Мы как бы были озабочены тем, что эта информация повлияет на расследование. После того, как с Флинном было проведено интервью, мы уже не были так озабочены воздействием Знаете ли вы, где происходило это интервью и в каких обстоятельствах? Я думаю, это произошло в Белом доме. Интервью с Флинном? А что, был у него адвокат? Нет, не думаю. В том сценарии, о котором вы говорите, вы видите, что приходят заявления от Белого дома, они не соответствуют тому, что вы знаете. Вы исходите из того, что Белый дом говорит правду, таким образом Флинн говорит неправду, и он подвержен манипуляции со стороны русских. В конечном счете, вы могли бы обратиться к... Да, потому что один из вопросов, который мне Меген задал, когда я второй раз вернулась, он спросил, почему Министерству юстиции так важно, если один чиновник Белого дома предоставляет ложную информацию другому. Мы объяснили ему, что это было гораздо больше, чем просто предоставление ложной информации. Мы снова упомянули те озабоченности, которые у нас были, о поведении, о том, что он предоставлял ложную информацию вице-президенту и потом уже вводил в заблуждение таким образом общественность. То есть, каждый раз, когда эта ложь повторялась и ложная информация становилась более и более конкретной по мере того, как она пускалась, каждый раз, когда это происходило, это повышало возможность его быть скомпрометированным. И мы, конечно, опасались, что Россия будет уже уязвим для России. Были ли выводы во время первой встречи, которые вы сделали? Да, был пункт действий во второй встрече, потому что мы говорили о нескольких вопросах. Вы сказали ранее, что было две встречи и телефонный разговор. Телефонный разговор, он предшествовал второй встрече? Третий звонок дополнительный. Один из вопросов, который Маген поднял во входе второй встречи, 27-го, на следующий день после первой встречи, это то, что он выразил свою озабоченность о том, что мы ему предоставляем эту информацию для того, чтобы они предприняли действия, и он сказал, что действия могут помешать расследованию ФБР. И мы сказали ему, что и старшие сотрудники, и он, и я не должны быть озабочены этому, потому что Флинн прошел интервью, и их действия не будут мешать проведению расследования. Более того, я конкретно помню, что сказала, что было бы наоборот несправедливо, если бы мы сообщили вам это, а вы ничего бы не делали. Интервью с генералом Флинном, оно прошло быстрее, когда вы получили эту информацию, и когда вы сделали это заявление. мы хотели как можно быстрее эту информацию донести до Белого дома. Мы работали с ФБР и в ходе расследования. Первое. Итак, вы располагали этой информацией, что-то было сказано, а Белый дом говорит что-то еще, что-то другое. вы знаете, что эта информация должна поступить быстро в Белый дом. И на этот момент было сделано решение провести интервью, соответственно. Это так? Да, чтобы негативного воздействия на расследование ФБР не произошло. И был запрос со стороны господина Мэгэна в ходе второй встречи о том, чтобы посмотреть на те доказательства, которые у нас были, которые мы ему описали о поведении, касательно поведения Флина. И мы разработали план передачи доказательств. Мы должны были как бы эту информацию запросить у министерства юстиции. Потом в пятницу 27-го у нас была как бы третья беседа, когда мы ему сообщили, что мы будем с ФБР работать для того, чтобы ему эту информацию предоставить. И я обещала ему позвонить в понедельник утром. Я ему позвонила, сказала ему, что мы предоставим их возможность посмотреть эти доказательства. Это было по телефону? Это когда? Отдельный звонок или как? Изначальный звонок о том, чтобы назначить с ним встречу. Потом были две встречи и потом в конце был телефонный звонок, чтобы сообщить ему, что материалы будут ему предоставлены. Он должен был мне перезвонить. Он в тот момент не мог со мной разговаривать, но он мне перезвонил во второй половине дня в понедельник 30-го числа. Все по поводу этого эпизода. Никто не пришел Я не знаю, что после этого произошло, потому что это был последний день работы в Минюстиции. Сенатор Грэсли. Господин Клэппер, вы сказали, что вы никогда не предоставляли секретную информацию неправильным образом. Я задавал директору КОМИ вот такого рода вопрос, рассчитывая получить ответ типа «да» или «нет». Соответственно, информация была какого-то рода рассекречена и предоставлена… Нет, насколько мне известно, нет. СМИ. Следующий вопрос. Кто-либо из вас, были ли вы анонимным источником для источников информации относительно того, что русские пытались вместиться в выборы? Третий вопрос. Кто-либо из вас санкционировал кого-либо другого в ваших организациях, чтобы вы были анонимным источником в отношении господина Трампа и связанных с ним лиц? Насколько вы оба знаете? Знаете ли вы какое-то государственное агентство, которое знает относительно утечек информации, что является предметом для возможного уголовного преследования? Я не знаю. Знаете, существует процесс, с помощью которого вы это, может быть, установили. я не знаю, что бы это произошло. Я больше не работаю в Министерстве юстиции, поэтому я не знаю, какие были сделаны мероприятия. Поэтому мы можем резюмировать, что никто из вас не знает, что в отношении того, что никакой департамент не санкционировал расследование по уголовному направлению. Кто-либо из вас подвергся опросу ФБР в отношении утечки? Нет. Теперь, что касается демаскирования. Господин Клэпер, соответственно, вы просили относительно демаскирования сотрудников господина Трампа или какого-либо каких-либо членов Конгресса? Да. В одном случае я это сделал. Однако я не могу обсуждать это более подробно. Вы говорите, что вы не можете это обсуждать? Не здесь. Нет. Госпожа Ейтс, можете ли в ответе этот вопрос? Просили ли вы о демаскировании господина Трампа или связанных с ним лиц? Вопрос второй. Когда-либо вы когда-либо представляли секретные документы и, соответственно, имел место демаскированию? Да. Можете ли вы дать детали здесь нам по этому вопросу? Госпожа Ейтс? Да. Я это проводила, но я не могу ответить. Делились вы информацией относительно демаскирования сотрудников Трампа с кем бы это ни было еще? Я думаю, что в течение последних шести с половиной лет я, наверное, обсуждал это или с своим заместителем, или с своим юристом. Госпожа в обоих случаях вы не можете никакие подробности предоставить, нет? Нет. Нет, не могу. ФБР уведомило Национально-демократический совет о том, что россияне взломали их систему в августе 2015 года, но при этом демократы отказались от помощи ФБР и не предоставили им доступа к им серверам. Вместо этого они весной 2016 года налили частную фирму Викиликс напили выпускать обзломанные электронные сообщения в июле месяце прошлого года демократического комитета демократов и после того, как ФБР уведомили об этом взломе, было опубликовано несколько тысяч электронных сообщений. Госпожен Клабер, вы согласитесь с тем, что один из уроков этого эпизода заключается в том, что когда ФБР сообщает вам о том, что вас взломали, вам нужно сотрудничать с ФБР вместо того, чтобы не сотрудничать с ними. Да, я думаю, что это очень хорошая идея сотрудничать в таких ситуациях с ФБР. Вы сказали, что россияне никакой негативной информации не опубликовали о кандидатах в республиканцах. Я считаю, что это не совсем так. 15 июня 2015 года Гусифер 2.0 сообщил свыше 200 с лишним страниц исследований по господину Трампу, сотни страниц того, что я назвал бы грязи, после того, как за несколько дней до этого Уолл-стрит журнал написал материал о том, что нужно сделать для того, чтобы предотвратить выдвижение Трампа кандидата. Почему не было ничего сказано в отчете Рейшер о том, что было напечатано, почему это не было даже не было оценено в ходе доклада? Мне нужно будет проконсультироваться с аналитиками, которые участвовали в подготовке этого доклада для того, чтобы дать однозначный ответ. Я лично не знаю, рассматриваю я это или нет. Можете ли вы это в качестве ответа в письменном виде подать? Я частное лицо в данный момент. Я не знаю, какие правила. Потенциально эта информация засекречена. Я должен разобраться в этом. Господин Клэпер, вы говорили о том, что разведительное сообщество провело тщательное расследование российского вмешательства и аналитики, которые в этом участвовали, имели полный доступ ко всей информации разведданной. Есть ли у вас какие-нибудь связи о том, что какое-либо ведомство не предоставило доступ к актуальной информации? Думаю, что нет. С одной оговоркой есть вероятность, возможность, опять-таки признавая то, что роль, которую играет ФБР между разведательным сообществом и правоохранительными органами, может быть, по этой причине они могли не предоставить информацию чувствительную для расследования. Я не хочу сказать, что они это сделали и не говорю, что они это делали. Я просто хочу сказать, что это возможно. У меня время кончилось. сенатор Файнстайм. Спасибо большое, господин председатель. Госпожа Йейтс, я не буду вам задавать вопросы, на которые вы должны будете отвечать, раскрывая какую-то секречную информацию. Но после вашей второй личной встречи с господином Магеном, вы сказали, были четыре темы, которые вы хотели с ним обсудить. Перечислите их, пожалуйста. Да, первая тема в ходе второй встречи была посвящена тому, почему это было важно для Министерства юстиции, что один чиновник другому предоставляет ложную информацию. Второе – это применимость уголовных законов и возбуждение уголовного дела против Флина. Третье – это его озабоченность, что действие, которое они могут предпринять, будет мешать расследованию против Флина. И четвертое – это запрос о доказательствах. И все эти темы, все эти запросы вы удовлетворили, насколько вот вам кажется, после второй встречи? Да. Единственное, что осталось незакрытым, это логистика, чтобы мы могли необходимые документы им предоставить должным образом. Но вы сделали все необходимые действия для этого. Да, мы это сделали, но я не знаю, насколько это произошло и имели невозможность рассмотреть доказательства. Ну, хорошо. Также генерал-лейтенант Флинн был в течение 18 дней советником по национальной безопасности, после того, как вы предупредили министерство юстиции. Вот в течение этих 18 дней мог ли он быть скомпрометирован? Я не знаю. Я не могу сейчас точно вам ответить на это. подвигнуть на какие-то действия. Я не знаю, какие действия они могли бы предпринять в течение этих 18 дней, чтобы как-то минимизировать его уязвимость. Но, как вы считаете, что это их задача была такая? Да, мы очень много обсуждали эту проблему с министерством юстиции, с разведсообществом, но потом я уже больше не работала в министерстве юстиции, я не знаю, как эта тема дальше обсуждалась и какие мероприятия были проведены. А вы консультировались с другими прокурорами? Да, мы в отделе по национальной безопасности консультировались с экспертами, с теми, кто работал с ФБР по этому расследованию. Мы хотели определить самый лучший способ уведомить, чтобы эту информацию и лучшим образом предоставить Белому дому, чтобы они уже могли предпринимать действия. Ну, и что тогда вы хотели, собственно говоря, получить в результате? Ответьте, да или нет. Вот, если господин Флинн, генерал Флинн, действительно скомпрометировал безопасность США и, может быть, даже правительство своими действиями, какие бы там они ни были, мы хотели логическую цепочку выстроить. Мы не хотели, чтобы советник по инфициальной безопасности был уязвим для шантажа и со стороны России. Я не знаю, что могло произойти, но я знаю, что ситуация была нехорошая, и мы хотели, чтобы Белый дом об этом знал. И газета Guardian также публиковала информацию о том, что Великобританские разведслужбы в 2016 году знали о взаимодействии между советниками Трампа и российскими разведслужбами. Эта информация была передана вам и американским разведслужбам весной 2016 года. Многочисленные американские союзники также дополнительную информацию предоставили США о контактах между компанией Трампа и Россией. Это точная информация? Я не могу ответить на этот вопрос. Генерал Клаппер, это справедливая информация? Да, это верно. И это также является конфиденциальной информацией. Хорошо, тогда позвольте вам следующее. Конкретика этого достаточно конфиденциальна. Вопрос задать. Когда разведсообщества предпринял расследование взаимодействия между советниками Трампа и Россией, когда это началось? Повторите вопрос, пожалуйста. Когда разные разведслужбы предприняли, стали проводить расследование взаимодействия между советниками Трампа и российскими агентами? Я могу сослаться на заявление директора Коми 20 марта по комитете по разведке Палаты представителей, когда он сказал, что в июле 2016 года они начали расследование. И какова была реакция, когда вы посоветовали, чтобы начать расследование в июле 2016 года? Я думала, вы сказали, что вы посоветовали им начать... Нет, нет, директор Коми заявил в комитете по разведке, что ФБР начали расследование, не рекомендовали, а начали расследование в июле 2016 года. Что обычно делают разведслужбы с доказательствами, такими вот свидетельствами, о котором в Гардене были написаны? Я не уверен, что эта статья достоверна. Насколько она достоверна? Возвращаясь к 2015 году, были свидетельства того, что советская, простите, российская, это по Фрейду оговорка, российская деятельность была по сбору информации, не знаю, расследовали они правила регистрации избирателей или что-то в этом духе. В общем, эта деятельность российская началась достаточно на раннем этапе, и мы следили за этим по мере того, как она продолжалась и потом ускорилась, а идентифицировалась весной, летом и осенью 2016 года. Итак, давайте тогда вернемся к вам, госпожа Ейц. Я, насколько я понимаю, вы были очень озабочены. Какая у вас была основная озабоченность? Вы думали, что генерал Флинн будет скомпрометирован. И что вы думали могло произойти, если вот он был бы скомпрометирован? И почему, каким образом, как вы думаете, он был бы скомпрометирован? У нас было две озабоченности. Компрометирование – это была наша озабоченность номер один, и Россия могла бы использовать разный компрометирующий материал, целым рядом способов, иногда открыто, иногда скрытно, и мы были озабочены тем, что он очень занимает важную должность, он советник по национальной безопасности, и мы не хотим, чтобы такой человек находился в положении, когда над ним Россия может какие-то рычаги к нему применять. И другой фактор был то, что мы думали, что вице-президент имел право знать правду и рассчитывать на то, что ему информацию предоставляют верную, которую он потом предоставляет американскому народу. То есть вы говорите, что генерал Флинн лгал вице-президенту. Да, так, по крайней мере, это выглядело, потому что вице-президент выступал с заявлениями о поведении Флинна на основании того, что Флинн ему говорил, и мы знали, что это была совершенная неправда. Ну, по мере того, как события развивались, как менялось ваше понимание ситуации, потому что две недели прошло, 18 дней прошло, прежде чем директор Флинн был смещен с должности. Я после 30-го числа уже больше не работала в Министерстве юстиции и никакого участия не принимала в этих событиях. Спасибо, господин председатель. Сэр Конон, Спасибо, господин председатель Грэм. Господин White House, сегодняшний слушатель очень важный. Американцы имеют право знать по максимуму о российском вмешательстве в наши выборы, но как директор нам неоднократно говорил об этом, но в этом ничего нет. Хотя, может быть, интенсивность и изощренность как открытых, так как тайных, так и явных операций россиян возросла, и я благодарю развитие сообщества за их оценку. Я сожалею, что, да, безусловно, эти два свидетеля, мы рады, что они здесь, и Сизан Райс отказалась давать показания. В комитете, мне кажется, много вопросов остается, на которые ей бы нужно было дать ответ. Но я хотел бы отметить, что господин сенатор Файнстайн и я, к счастью, находимся также в комитете по разведке в Сенате, который проводит двупартийное расследование под руководством председателя Берда и вице-председателя Уорна. Одно из преимуществ этого дополнительного расследования заключается в том, что у нас нам был предоставлен доступ к необработанной разведывательной информации, которая была собрана разведывательным сообществом, которая довершает и завершает картину, которая была незавершенной. Важно американцам понимать, что происходит, и я думаю, что это слушание в подкомитете нашем играет важную роль в том, что у американцев сложилась полная картина о том, что происходит. Я хочу директору Клэперу задать вопрос. К сожалению, часть обсуждения о демаскировании бросает тень на разведывательное сообщество и, откровенно говоря, это вызывает озабоченность, особенно, когда мы используем раздел 7.02 патриотского закона. Как многие говорили, я не помню, как вы это назвали своими словами, но я знаю, директор Коми сказал о том, что это зеница ока деятельности развития сообщества, и меня очень заботит та информация, которая обсуждается о демаскировании, например, может вызвать у многих людей озабоченность легитимностью этого, законностью, когда речь идет о случайном сборе информации об американском лице, который затем демаскируется по запросу к надлежащему соответствующему органу власти, можете вы коротко писать бумажную процедуру и процедуру утверждения, которые необходимо пройти для того, чтобы это произошло. Это ведь не мелкий какой-то вопрос, не просто все это происходит. Процесс, процедура, вот, значит, прежде всего решение принимается о том, демаскировать или не демаскировать, то есть сообщить об личности человека в случае 702 это будет Совет Национальной Безопасности. Что касается меня, как я в своем заявлении сказал, мои 6,5 лет по ДНА, я иногда интересовался личностями людей, то есть просил демаскирование произвести, чтобы понять контекст, того, что было сказано меня, беспокоило, и коллег беспокоило, поведение того, кто являлся объектом иностранной разведки, что пытался делать этот объект. Очень трудно понять этот контекст, если его называют Американская лица номер один, Американская лица номер два, без указания на личности, и, кроме того, делая это на основании того, что кто-то сказал об этом и о том, что получено сообщение об разведке электронными действиями, или второе сообщение о разведке электронными действиями, поэтому я, со своей стороны, пытался очень и очень умеренно к этому подходить. Это очень чувствительная операция, но я считаю, что, как заместитель на своей должности находясь, я просил демаскировать этого лица, потому что я представлял, насколько важно это, чтобы определить, какого рода объект, преследуемый иностранной разведкой, может создавать угрозу или не создавать угрозу. То есть, речь делалась только для того, чтобы понять контекст, но то, что какая-то надлежащая орган власти может получить информацию о лице, разве это само по себе не дает вам возможности выпустить такую деклассифицированную информацию в публичное пользование? Разве это не представляет собой выступление? Микрофон выключен. Именно поэтому в моем заявлении я пытался провести это различие между демаскированием лица и утверждением со стороны соответствующего органа и утечкой, которая является неуполномоченным местопоцентрированным процессом, независимо того, какие были обстоятельства. предприятия очень важны для того, чтобы понять, кто именно запросил демаскирование, для того, чтобы понять, были ли выполнены необходимые процедуры, как в плане законодательного надзора, так и судебного надзора, для того, чтобы определить, какова бумажная была процедура. Я здесь очень осторожно должен выражаться, но я просто хочу повторить вам определение того, для чего использовалось 7.02 для сбора против информации против неамериканского лица за рубежом. Господин Клеппер, я думаю, что очень важно повторять это и повторять неустанно. Людям важно понимать, что мы получаем важную иностранные разведданные для того, чтобы при этом мы должны сохранять право на частную жизнь, конституционные права частных американских лиц. Госпожа Эйтс, вы впервые появились в Конгрессе с тех пор в качестве выступающего дающего показания, с тех пор, как вы ушли из Минюста. Я хочу задать вопрос о вашем решении отказаться защищать указ президента. В письме, который вы направили в Конгресс, вы отмечаете, что указ сам по себе был составлен в процессе консультации с отделом юрисконсульта, и вы заметили, что отдел юрисконсульта рассмотрел это с тем, чтобы определить, является ли указ надлежащий составленным и закономерным. Действительно ли так, что не было такое решение принято? Да, совершенно верно. А какие у вас полномочия отменять их решения и ваше решение, чтобы более важным, Офис юрисконсульта имеет очень узкую специализацию. Это рассмотреть положение исполнительного указа на предмет соответствия, если какие-то, может быть, части могут быть не в соответствии законом. И, например, есть ли какие-то заявления, которые могут быть сделаны прежде, чем этот указ будет выпущен, чтобы как-то повлиять, которые могли бы повлиять на его применение. И удостовериться в том, что он конституционален, этот указ, и мы должны провести вот такой анализ. Госпожа Ейтс, Министерство юстиции имеет длительную традицию защиты в суде. Соответственно, фактически, в конечном счете, эти аргументы могут быть убедительными, но в конечном счете решает суд, а не решает Вейт, как бы длительство. Да, это правда, что часто, но не всегда гражданское отделение министра Минюста будет анализировать указ или действия президента. Но в данном случае все аргументы должны основываться на правдивых данных, потому что мы Минюст, мы не просто какая-то юридическая фирма, мы Минюст. Соответственно, истина или законность? Да, потому что в данном случае, когда мы рассматривали на намерение указа, на намерение, которое мы проанализировали, как бы намерение применения этого указа, вот почему мы решили, приняли решение, что это был незаконный указ. Яйц, у вас замечательная история работы в Министерстве юстиции, 26 лет, я голосовал за ваше утверждение, поскольку я считал, что у вас замечательная карьера, однако я нашел чрезвычайно обескураживающим, что вы в конечном счете наложили в это на соответствующее решение, когда речь шла об указе президента, и вы фактически выразили несогласие с этим. Я понимаю, что вы хотите сказать, но хочу прояснить, это была не политика. Я, когда проходила свои слушания по подтверждению себя в должности, вы и ваши другие коллеги задавали мне конкретные вопросы в ходе того слушания насчет того, что если президент меня попросит сделать что-то, что я считаю неконституциональным, незаконным, или что как-то плохо отразится на Минюсте, скажу ли я ему нет на это. Я рассмотрела этот вопрос, я приняла решение, что это был незаконный указ, что он не соответствовал статутам Минюста, и я отказала ему, как я и обещала вам это сделать. Я не знаю, как вы можете сказать, что это было законом, и, соответственно, как это соответствовало вашей прерогативе. Сенатор, я не говорила, что это было законно, я говорила, что был незаконный указ. У меня есть быстрый вопрос относительно того, как работает 7.02. здесь есть нечто, что я не совсем понимаю. Соответственно, речь идет об использовании закона ФИЗа, и речь идет о ситуации внутри Соединенных Штатов. Существует определенная процедура, когда речь идет о внутри американских контактов. Вы говорили относительно того, что происходит за границей. Соответственно, он не был на пределах Соединенных Штатов в соответствующую дату. Да, в отношении того, что сказал сенатор Корни относительно незаконного характера запрета на приезд мусульман. Фактически три суда постановили, что это не соответствует... Да, это верно. Да, я хотел бы отметить, что это критически важное слушание. Соответственно, я хотел бы отметить, что здесь мы имеем, так сказать, двухпартийный подход. И очень важно подчеркнуть, как мы рассматриваем тяжесть, то проблемы, которые перед нами стоят. Конечно, у нас замечательный комитет, замечательный председатель, однако фактически они не использовали свой профессиональный аппарат для этого. И так в этой ситуации то, что мы видим, фактически это требует назначения независимой комиссии президентской или комиссии Конгресса, которая в конечном счете дойдет до дна в изучении этого вопроса о вмешательстве России. Конечно, мы попытаемся на уровне комитета делать все, что от нас зависит. И это, конечно, тот вопрос, который требует гораздо больше. Я также хотел бы сказать, что когда я слушаю выступления республиканцев, речь идет о 7.02 и сенатор Ли, республиканец, и я, мы, соответственно, обсуждаем это в течение целого ряда лет, однако мы не получаем здесь поддержки, однако фактически нам нужна реформа 7.02, которая будет защищать права американских участников. Речь идет в связи и о контактах с Россией и о возможностях шантажа. Речь шла о взаимоотношениях между генералом Флином и Россией. Фактически именно вы поставили здесь вопрос. То есть вы не возвращались к его поездке в Россию и учены им деньгам и так далее. И далее у вас была вторая встреча. Правильно. Фактически по его просьбе. Встреча с Ганном. И там господин Маган сказал ли он что-нибудь относительно того, что он взял информацию, которую ему предоставили, эту информацию передал президенту и господин Спайсер 14 февраля непосредственно после того, как ситуация стала известна фактически. Я видела отчеты в СМИ по этому поводу, но никакого заявления не было. не было заявлений господина Магена о том, что он говорил с президентом относительно ваших опасений в том, что национальной безопасности он в ходе второй встречи ничего этого не сказал, с кем он мог бы обсуждать это в предыдущей встрече. да, господин Маген фактически поставил вопрос относительно того, есть ли что-нибудь... Чтобы дать ему справедливость, господину Магену, не то, чтобы он сказал что-то, если это правильно или неправильно, он спрашивал, почему это вопрос, который должен заботить Минюст. И поэтому мы перечислили целый ряд вопросов, почему мы были озабочены. Думаете ли вы, что были юридические обнования, соответственно, связанные с тем, что когда один сотрудник Белого дома врёт прав другому... Это вот в той мере, в которой вы, может быть, думаете, вот эти вот тысяча и одна нарушений и прочее, и прочее. Нет, когда он, господин Маген, вот это вот замечание сделал мне, он просто говорил, что он был не уверен, почему Минюст, собственно говоря, был так озабочен, предоставлением ложной информации одним чиновникам другому. И причина, которую вы ему высказали... Опять-таки, здесь не только дело в этом заключалось, не только в том, что один чиновник врал другому, а то, что это был... Он предоставил ложную информацию вице-президенту, а вице-президент уже общественности информацию ложную предоставлял, и Кремль об этом знал, и теперь Кфлин мог быть скомпрометирован. Вы сказали ранее, как я помню, господин Маген спросил у вас, должны ли мы в тот момент были уволить господина Флинн. что вызывало проблемы? Нет, все, что я могу сказать, что это умозаключение он не мог сделать на основе нашего общения с нами и той информации, которую мы ему предоставили. Разрешите спросить? Восемнадцать дней, период восемнадцать дней прошло. Восемнадцать дней за это время прошел целый ряд моментов. Генерал Флинн продолжал оставаться в должности советника по национальной безопасности. Востоковый проинформировали Белый дом относительно риска. И в эти восемнадцать дней он продолжал брать на работу ключевой персонал. Соответственно, речь шла также о моментах, связанных с баллистическими ракетами Шинзо Абе, японский премьер здесь обсуждал и, соответственно, реагирующие на запуск ракет Кореи. Соответственно, это все имело отношение в связи также с беседами с русским послом. Итак, в конечном счете все эти моменты, имеющие отношение к национальной безопасности, они произошли тогда? После 30 декабря я уже больше не работала в Минюсте, и поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Генерал Квапер, можете бы что-нибудь сказать, вы имели предупреждение от Белого дома или от Министерства относительно того, что генерал Флинн оказался скомпрометированным, и фактически его решения могли бы здесь быть сложными. Да, гипотетически, да, я уж также в это время вышел из правительства, однако у вас серьезная карьера в разведке и национальной безопасности, и, соответственно, здесь речь идет о том, что он компрометирован и мог быть шантажированный, тем не менее, он продолжал влиять на решение высшего уровня в правительстве. Да, конечно, речь идет о потенциальной уязвимости. Спасибо, господин председатель, спасибо. Спасибо, господин председатель, спасибо свидетелям. Вы говорили относительно вреда, который происходит за счет утечек, и вы говорили о важности защиты секретной информации на протяжении многих ваших лет работы в разведке в качестве директора национальной разведки. Когда-либо вы предоставляли секретную информацию не государственному сотруднику или не государственному компьютеру, который не имел права получать такую информацию, но, насколько я помню, нет, такого не было. И директор Клапер, что бы вы сделали в качестве директора национальной разведки, если бы вы узнали, что сотрудник передал сотни или даже тысячи электронных сообщений сотруднику или супругу сотрудника. Понимаете, я не занимаюсь расследованиями или обвинениями в этой связи, однако, я, конечно, считаю, что это должно быть доведено на сведения соответствующих официальных лиц. Речь идет здесь о чем-то таком, что вы считаете обычным. нет. Какие опасения вызывает это с вашей стороны? Понимаете, это вызывает определенные опасения в плане безопасности, когда речь идет о содержании электронно-почтовых сообщений относительно того, что там содержится потенциально, я говорю, в гипотетическом плане, гипотетический сценарий здесь таков, в конечной счете это вызвало бы озабоченность. Да, что бы вы фактически предприняли в отношении сотрудника, который передал бы сотни или тысячи сообщений? Знаете, здесь речь идет о такого рода нарушении, понимаете ли, существует, если речь идет о серьезных нарушениях и компрометации, мы соответствующие подали бы здесь отчет, соответственно, это необходимо расследовать и предъявить обвинение. В прошлой неделе я задал логичный вопрос директору Коми, и он сказал, что соответствующее лицо было бы подвергнуто серьезным мерам воздействия, однако не было бы судебного преследования. Я не знаю, фактически, я думаю, что предыдущие администрации фактически она подвергла преследованию большое количество людей, а на самом деле это непросто делать. Во многих случаях, скажу так, мы проводили такого рода мероприятия, такого рода шаги. Действительно, другие сотрудники, которые не являлись сотрудниками демократического кандидата в президенты. Я хотел бы перейти к несколькой иной теме. Директор Клаппер, вы также давали показания, что вы не знаете никаких перехваченных сообщений о президентских кандидатах, когда речь идет не только о Трампе, но и о других моментах тоже. Да, насколько я помню, однако предшествующие администрации, что там происходило, я не мог бы за них ответить. Однако, в 2016 году вы не знаете о том, что такого рода перехваты производились. Я не знаю. Я не знаю о перехватах сообщений компании Трампа. И знаете ли вы относительно перехваченных сообщений других кандидатов? Почему? Потому что раньше председатель Грэм вы отказались Я, может быть, тогда неправильно поняла его вопрос. Когда я отказалась ответить, мне показалось, что это был другой вопрос, который мне был задан. Итак, у вас нет информации относительно перехвата сообщений связанных с компанией, связанных с Берни Сэндерсом, с Хиллари Клинтон и так далее. Нет. Давайте вернемся к теме госпожа Яйц, которая уже была раньше. Фактически Конституция наделяет президента исполнительной властью. И фактически решения политического характера они рассматриваются Министерством юстиции. Соответственно, можно ли в этой связи создавать такую ситуацию? министра юстиции есть полномочия, но я не думала, что это было бы хорошо с моей стороны поступать по-другому. Знаете ли вы раздел 82 кодекс Соединенных Шатов это относительно обязательств в отношении проведения в жизни тех моментов, которые вы отказались проводить в жизни? Там говорится, когда президент находит, что вхождение или эмиграция иностранца или группа иностранцев, он может соответственно путем объявления предотвратить или временно приостановить эмиграцию любых иностранцев и фактически в этом мысли любые ограничения являются неуместными. Да, я знакома с этим, я также знакома с дополнительным положением, где говорится, что ни одно лицо не будет дискриминировано на основании расы, национальности или месторождения. И я считаю, что это было добавлено уже после того статута, который вы цитировали, и это как раз в судах и обсуждалось, насколько вот этот конкретный второй статут имеет более как бы первостепенное действие. И насколько это соответствовало Конституции, насколько это было в соответствии с Конституцией, и насколько этот указ нарушил Конституцию, особенно в том, что касается вот этих положений о защите, о дискриминации и про сессуальность. Нет сомнений в том, что соответствующие аргументы справедливы. Однако, в конечном счете речь сейчас идет о том, что те решения, которые были предприняты, они пересекались и противоречили решению президента. Его исполнительный указ, предлагаемый указ, соответственно, утверждается с точки зрения его легальности. 27 января он был правомочен и законен. Тремя днями позже, соответственно, это было переменено. В том же самом заявлении сказал, что я не была уверена в том, что это был законный указ. Также наш офис юрисконсульта рассматривает субстанцию документа и пытается определить, будут ли какие-то обстоятельства, при которых вот этот указ будет законным. И мы за пределами этого документа не рассматриваем ситуацию. Но в данном случае, когда мы говорим о фундаментальном вопросе религиозных свобод, а не интерпретации каких-то уже ушедших в лету статутов, это была религиозная свобода, и поэтому мы хотели посмотреть на намерение действий президента, и намерение там было очень четко... Очень короткий вопрос заключения. На протяжении двухсот лет истории Министерства юстиции, знаете ли, в одном-единственном примере, когда фактически Министерство юстиции утверждало легальность чего-то и, соответственно, тремя днями позже рекомендовало не следовать этому. Я также не знаю случаев, когда офис юрисконсульта должен был не сообщить о незаконности президентского указа. Я хотел бы отметить, что в ходительном счете здесь есть основания подозревать, что здесь имеет место партийное отношение. Спасибо за предоставленную возможность поблагодарить вас за вашу работу, ваш очень заслуженный послужной список, и в ходе второй встречи, когда вы предупреждали Белый дом о лжи генерала Флина и о его связях с Россией, это тот же день, когда вышел этот указ о беженцах, и был тот же день, когда вы должны были покинуть Минюст. Когда вы встретились с юрисконсультом в тот день? Я встретилась с ним где-то примерно в три часа по полудни 30-го числа, и в ходе этой встречи кто-нибудь упомянул вам, что этот указ о беженцах должен выйти, то есть исполняющий обязанности министр юстиции не знал об этом? Да, наше руководство мы не консультировали, у нас есть эксперты по национальной безопасности, и не только наше министерство не привлечено к обсуждению этого, нам никто даже не сообщил, мы узнали это из новостей, то есть вы уже узнали это после встречи с юрисконсультом из газет, да, и в ходе вашего слушания, когда сенатор Сэшенс, теперь министр юстиции, когда вас спрашивал, что если взгляды президента, который он хочет воплотить, являются незаконными, должен ли ему отказать министр юстиции, и я сказала, да, что министр юстиции должен ему отказать, и сенатор Уберн тоже говорил, что этот указ после того, как штат Вашингтон и штат Миннесота оспорил его в суде, суд оспорил конституциональность этого указа, и я хочу сейчас поговорить о том, что администрация отозвала свой запрос о апелляции о выполнении этого указа, и потом они указ вообще отменили. Да, здесь нужно произвести различление между первым запретом и вторым запретом на иммиграцию, в то время, когда я должна принять свое решение, например, тогда исполнительный указ применялся и к выходить в зеленых карт, и тех, кто получал визы, никаких других разграничений там не было, был такой на всех применялся. Хорошо, тогда подробнее расскажите. Да, я понимаю, что люди с благими намерениями, хорошие люди должны принимать иногда сложные решения по этой теме, я понимаю это, но все, что я могу сказать, что я свою задачу выполняла так, как это мне представлялось законным, я беседовала с экспертами Министерства юстиции, со специалистами по этим вопросам, и я выполнила свою обязанность. Хорошо, спасибо. Поговорим о России. 29 декабря это день, когда сенатор Грамм и я, мы были вместе с сенатором Маккейном, слушали о вмешательстве России в выборах в Грузии, в Украине и других странах, и мы обсуждали санкции против России, и это тот день, когда Майкл Флинн говорил с российскими представителями о санкциях, может быть, несколько раз, и потом он ложные данные предоставил вице-президенту, и один из чиновников Белого дома говорил, что вы предупреждали их об этом, и он сказал, что это было такое предостережение. Что это за предостережение могло быть? Мы в Белом доме озвучивали нашу озабоченность, и мы несколько раз их предупреждали. То есть, это не просто было какое-то такое, знаете, легкое предостережение. То есть, Майкл Флинн, однако, только 13 февраля оставил пост Советника по национальной безопасности, это вот 18 дней спустя после того, как вы сделали предупреждение, то есть, после того, как 28 января они узнали. Флинн, однако, присоединился к Дональду Трампу на звонок с Путином, который целый час продолжался. Есть ли у вас какие-то сомнения насчет того, что информация, которая была предоставлена 26 января, потенциально могла скомпрометировать его и сделать его уязвимым? Да, я предоставила им информацию, чтобы они эту информацию использовали для принятия соответствующих действий. Есть ли высокопоставленные сотрудник по национальной безопасности в частном порядке говорит одно, а потом мы узнаем, что он совершенно другое сообщил вице-президенту. За это ведь его можно шантажировать? Да, директор Клапер. Нет. Нет. Вы считаете? Я думаю, что это совершенно очевидно. Я хотела бы вас, директор Клапер, спросить в общем о влиянии России. Когда директор Коми здесь на прошлой неделе выступал, он сказал, что один из уроков, который Россия могла бы извлечь из этого, когда он говорил о влиянии на выборы, это то, что это работает. Это вот его слова. Вы согласны? Да, совершенно согласен. Я в своем заявлении сказал, что россияне, наверное, радуются и празднуют успех того, что они решили делать, причем с очень небольшими затратами. И первая их цель была принести дезорганизацию, что им удалось сделать. Если мы посмотрим это в дополнение на взломы и утечку имейлов по тесты и то, что все содержится в этом отчете, 200 миллионов долларов, это все, что они потратили на это дело примерно? Да. Если вообще они даже это истратили, может быть, и меньше. учитывая государственную поддержку и субсидии на деятельность РТ. РТ – это просто пропагандистский рупор, поскольку большая часть финансирования его поступает от государства, руководство его близко к Путину, как я сказал уже, это российский государственный рупор пропаганды национальной. Госпожа Ейц, вы в своей должности замминистра юстиции и министра юстиции, я хочу вам задать тот же вопрос, что и Коми задавала, в том, что касается офшорных корпораций, где-то 50% сделок с недвижимостью теперь проводятся этими корпорациями офшорными, для того, чтобы, можно ли как-то более прозрачными в Министерстве юстиции сделать эти процедуры, как вы сотрудничаете с другими странами в этом отношении, и озабочены ли вы те, что таким образом могут деньги отмываться, и что таким образом этими грязными деньгами можно будет финансировать воздействие на разные выборы. Да, это очень, на самом деле, большая озабоченность, мы отстаем от других стран в этом плане, мы не хотим, чтобы были какие-то убежища в офшорах, которые могут использоваться для разных целей, которые могут угрожать нашей национальной безопасности, и, директор Клапер, вы что-то хотите добавить по этому поводу. Опять-таки, именно поэтому я считаю, что независимая комиссия, помимо работы этого подкомитета и комитета по разведке, который очень важную работу проводит, но я думаю, что независимая комиссия позволит экспертам, независимым, глядя уже на следующие выборы, в 2020 году, директор Коми говорил, что я думаю, что в 2018 году они вернутся, и в 2020 году они тоже вернутся. Да, совершенно согласен. И поэтому независимая комиссия позволит нам разработать идеи о том, как мы можем это предотвратить в будущем, как СМИ, собственно говоря, себя ведет, как предвыборные штабы себя ведут, для того, чтобы не позволить иностранным государствам влиять на нашу демократию. Вы согласны с нами, директор Клапер? Я, безусловно, согласен, и я понимаю, насколько критическую роль играют утечки, и демаскирование, и все эти вопросы. Но для меня здесь принципиальным вопросом является российское вмешательство в наш избирательный процесс, и что это означает в плане разъедания фундаментальных основ нашей демократии. Для меня это гигантская проблема, и они будут продолжать это делать. А почему бы и нет? Потому что им удалось это сделать, они преуспели. До тех пор, пока им цену за это не придется заплатить. Я надеюсь, что это произойдет скорее раньше, чем позже. Сенатер Семер. Спасибо. Директор Клапер, насколько вы считаете вероятным будет то, что будут пытаться взломать систему электронную информационно-технологическую конгресса? Эта система является и была мишенью, и я видел примеры этого во время своей профессиональной деятельности, был один случай, когда мы оперативно проинформировали Конгресс, когда мы увидели свидетельства, доказательства этого. И не только россияне, другие страны тоже этим занимаются, а какую им это принесет разведывательную ценность. В зависимости от материалов, которые они могут таким образом умыкнуть, это может быть вполне чувствительная кондициональная информация. Трудно говорить об этом в общих терминах, но в качестве общего правила это может быть весьма и весьма опасно, и наносить большой ущерб. И можете ли вы сказать об взаимоотношениях между этим и интерфейсом с пропагандистскими компаниями, такими как те, которые Россия вела, я слышал ваше выступление, показания от пропагандистской деятельности, которые в России, вы имеете в виду страны россиян? Да, страны россиян в отношении их соседей. Они, безусловно, будут использовать, как они и использовали, и примеры этого, это Германия, простите, Грузия, и страны Балтии, когда они действительно получали информацию и использовали ее в качестве рычага, а в тех случаях, когда могут и получается, использовали ее в качестве компромата, это российская аббревиатура, то есть и как компромат, и как рычаги, много всяких гадостей можно делать с помощью такой информации. Мы говорили об этом вопросе в текущем контексте в Вашингтоне, это поляризованный контекст практически всегда задним числом о наших выборах в 2016 году и превращается все это в непродуктивное упражнение. Коми ожидает, что россияне будут в 2018-2020 годах пытаться снова добить тех же целей и американцам надо понимать, что россияне пытаются сделать в отношении своих соседей в этом смысле. Во многих отношениях, особенно в отношении тех стран, которые были бывшими советскими республиками, в отношении которых Россия по-прежнему озабочена, такие страны, как Молдова, Прибалтика, Грузия, Россия очень и очень агрессивно использует целый инструментарий и у одного сенаторов есть целый список инструментов того, как они делают это и как только можно использовать свои средства влияния для того, чтобы повлиять на выборы и на избрание высокопоставленной должности и места тех лиц и людей, которые они считают будут более благословно к ним относиться. И эта агрессивность уже выходит за пределы Восточной Европы и переходит в Западную Европу. Мы видим это во Франции, я считаю, что и в Германии также. И с их точки зрения успех, которого они добились, будет просто усиливать их агрессивность. У них на руках все есть инструменты для этого. Пропаганда, финансирование кандидатов, которые сочувствуют их делу интернет-троллей, взломы, интернет-взломы, сенсационное публикование конфиденциальной информации, все что угодно. Может ли вы нам предоставить какой-то порядок хотя бы того, какие они в финансы вкладывают, не раскрывая конфиденциальную информацию? Если вы сосед России, у вас вооруженные силы, в какой степени они уязвимы? Что россияне вкладывают финансово? Цифру я вам не могу назвать. Я могу сказать, впрочем, следующее, что в сравнении с классическими военными расходами, это цифра копеечная. Для них это очень выгодно. Безусловно, что они ищут, чего они пытаются добиться в Европе? Внести дезорганизацию, внести раскол, уничтожить единство и добиться отмены санкций. Если они могут вбить к линии между ключевыми европейскими нациями, манипулируя выборы, они обязательно будут делать это. Директор, вы согласны с оценкой того, что Wikileaks это известная пропагандистская платформа для России? Да, я совершенно согласен. И я согласен с характеризацией директора Помпеоса, что Wikileaks это не государственная разведслужба. Поясните, если это действительно так, то получается, что Жулиано Санч это не журналист? Правильно? Вы не тому человеку задаете этот вопрос. Да, совершенно верно, не журналист. Разумные американцы обеспокоены, когда говорят о чем-то, что как об информации. И я очень скептически отношусь к господину Ассанчу, и я постоянно обращаюсь в Минюст с тем, чтобы задать вопрос, почему мы не преследуем его за те преступления, действия, которые он совершил, создавшие опасность для американских активов, но для журналистов, которые пытаются получить информацию в соответствии с первой поправкой, с тем, чтобы поинформировать о деятельности своего правительства. Есть люди в журналистском сообществе, которые пытаются пользоваться этими ресурсами, и бремя доказывания лежит на разведывательном сообществе, а не на журналистах, не на журналистах, которые задают трудные и жесткие вопросы. И американцам полезно услышать от вас объяснение того, почему Ассанши это не просто американский журналист, или как бы американский журналист, который задает жесткие и трудные вопросы. Безусловно, здесь есть момент субъективности. И журналист приносит вред, причиняет вред нашей национальной безопасности, компрометирует источники и методику этого ремесла, и намеренно создает угрозу для этой страны. Когда это делается, вот эта красная линия, которая, если она пересечена, пересечена, тогда уже станет неприемлемо. Со стороны Ассанжи и со стороны Викиликса были какие-нибудь раскрытия информации, которые непосредственно создали опасность для американских интересов? Однозначно да. Так было. У меня почти время кончилось, я хотел еще пару вопросов задать. Один вопрос. Можете вы объяснить бюрократический процесс, который касается информации в отношении политических назначенцев, будет окажаться на столе у министра юстиции? Я пытаюсь от вас получить ответ, который не будет требовать ссылки на Флина, на ситуацию с Флином. Я думаю, общественности важно понять в целом, каким образом информация о политическом назначенце будет доведена до министра юстиции со стороны ФБР и других членов развития сообщества? В общем, если мы обнаружили информацию, например, ведомство как ФБР обнаружило информацию о политическом назначенце, который вышел на контакт с министерством юстиции, у нас будет полная юрисдикция в этом отношении. Мы эту информацию тогда предоставим, в зависимости от серьезности. я получу эту информацию как министра юстиции или как замминистра юстиции. Спасибо, сенатор Грэм. Я хочу благодарить вас обоих за многие десятилетия, которые вы работали на своих профессиональных трудностях, и последствия весьма печальные, как вы для нашей демократии, и даже экзистенциального характера для нашей демократии. Такого рода действия могут вести. Реальность заключается в том, что иностранный противник преднамеренно оказал воздействие на наши президентские выборы 2018 года, и президент, может быть, не хочет этим заниматься и смотреть этому вредцу, но, тем не менее, это реальность и разведенное сообщество согласилось с этим с большой уверенностью, и я признателен за то, что было организовано это заседание и это слушание, и за серьезное отношение к этой угрозе. Бывший директор Клэбер в своем вступлении в начале вы сказали о том, что россияне, наверное, празднуют, и, видимо, их окрылит этот успех с минимальными затратами, достигнутыми. Вероятно, что они будут продолжать такого рода деятельность. В французских выборах, которые завершились только вчера, было огромное количество сбросов взломанной электронной информации в рамках попытки, по крайней мере, с моей точки зрения, повлиять на исход этих выборов для того, чтобы помочь тому кандидату, которого предпочитал Кремль, и значимость ненастоящих, ложных новостей, которые вместе с реальной электронной почтой, которая была взломана, и совместно с деятельностью всех правосторонних веб-сайтов по выбросу и сбросу этой информации во Франции и за пределами ее. Так ли вы понимаете, что это то, что произошло во Франции? И что еще более важно, видели ли вы какие-нибудь свидетельства о сравнимой координации между новостными сайтами и выбросами информации, которые напоминают ту ситуацию, которая была в 2016 году во время выборов? Я знаю о Франции только то, что читаю по средствам информации. У меня нет никакого доступа к разведывательной информации, которая помогла бы мне какой-то пролит свет на это и авторитетно ответить на этот вопрос. Я знаю только то, что было в прессе. Но в течение того периода, когда у вас был регулярный доступ к разведывательной информации, были ли у вас какие-нибудь свидетельства, видели ли вы какие-нибудь доказательства того, что есть российская практика, давняя практика распространения дезинформации, которая усиливается веб-сайтами в Соединенных Штатах и были какие-нибудь свидетельства того, что это скоординировано. Я насчет последнего не могу ничего сказать, не знаю, но я думаю, что некоторые новостные каналы, видимо, не будучи в курсе этого, я не могу сказать, в какой степени это было скоординировано и намеренно опубликовано, но опять-таки это на внутренней арене. Вы говорите, что россияне будут продолжать это до тех пор, пока мы не выносим их внести какие-то значительные издержки. Какого рода, с вашей точки зрения, действия вы могли бы предпринять для того, чтобы сдержать их в этом смысле? Но это не по моей части. Я думаю, что санкции, которые мы установили в их адрес, и я, кстати, участвовал в этом, работая в предыдущей администрации, я думаю, что это отличный первый шаг. Если говорить просто, я согласен с вами, и сенатор Грэм стал совместным спонсором в следующий шаг. Госпожа Яйц, мы в ходе этих вопросов установили, что 27 и 28 декабря Высший Совет Мациональной Безопасности Флинн обсуждал с российским послом санкции. Поэтому, когда переходная компания Траппа заявила 13 января в Вашингтон по, что санкции не обсуждались, это было неверно? что были в новостях отчеты о том, что это произошло, но я не знаю, обсуждались ли санкции, потому что я не могу раскрыть секретную информацию. У меня целая серия вопросов была о том, что было бы неправильно, неверно, и Вы не сможете ответить ни на один из них. Нет, не в той мере, в какой Вы хотите услышать о его поведении. Ну, хорошо, тогда давайте я перейду к следующему. 24 января Вы только что показали, что Флинн был опрошен ФБР насчет его исходного поведения и что это исходное поведение было проблематичным, поскольку оно привело к выводу о том, что вице-президент опирается на неверную информацию. Каким было это исходное поведение? И убеждены ли Вы в том, что бывший Совет национальной безопасности был откровенен в своих показаниях 24 января? Опять-таки, не хочу быть здесь и описать Вам сложности, но мое знание об его исходном поведении основывается на засекреченной информации, которую я не могу раскрыть. И я если я должна как бы я не могу здесь искусственным образом описать события, не раскрывая 27 января Вы дали свидетельские показания относительно того, что Вы дали советникам Белого дома четыре темы. И, соответственно, речь шла о возможном уголовном преследовании. Какие соответствующие положения закона Вы обсуждали? Сенатор, я в данном случае если я эти положения и законы упомяну, то тогда Вам станет понятно, что это было за исходное поведение. Поэтому я очень осторожно хочу себя вести, формулировать свои ответы, чтобы я с одной стороны защищала и охраняла за секретную информацию, и поэтому я не могу эти положения Считаете ли Вы, что администрация серьезно восприняла Ваше предостережение, когда Вы предприняли эти экстраординарные шаги, когда Вы соответственно проинформировали Белый дом? Считаете ли Вы, что они предприняли адекватные шаги в отношении Флейна, когда речь шла относительно моментов, в которых он участвовал? Конечно, в ходе встречи 26 и 27 числа господин Макген продемонстрировал, что он понимал серьезность дела и серьезно во всяком случае относился к этому, и я совершенно не могу узнать о том, что они сделали по этому поводу. Если ничего они не сделали, то это вызывало бы озабоченность. Хорошо, то есть Вы не знаете, притынили ли какие-либо шаги в плане предотвращения доступа к секретной информации вплоть до того момента, пока Вашингтон Пуст не опубликовала статью, в которой говорилось, что он брал вице-президента. И поэтому я не знаю, какие мероприятия были сделаны в Министерстве юстиции или какая информация была предоставлена. Соответственно, рекомендовали ли Вы советнику Белого дома, чтобы необходимо было предпринять расследование или ограничить его доступ к чувствительной секретной информации. патетическая ситуация. Если бы я продолжала работу в Министерстве юстиции, если бы у меня складывалось впечатление, что ничего не было предпринято, то я, опять-таки, эту тему подняла бы в Белом доме, да. Спасибо, госпожа Ильц. Спасибо, господин Грунгер. Спасибо вам, госпожа Ильц. Я надел бы начать с Вас. Соответственно, Вы считали, что исполнительный указ был неконституционным, так ли? Да. И Вы считаете, что не было серьезных аргументов, которые показали бы, что он справедлив? Не знаю, можно ли это так сказать. Вот такой анализ у нас был. Соответственно, у меня целый ряд вопросов. Я просто хотел бы понять, соответственно, считаете ли Вы, что были и разумные аргументы, которые могли бы быть найдены в защиту. Я считала, что любые аргументы в защиту этого не основывались бы на правде, потому что для того, чтобы сделать аргументы в пользу этого, мы должны были бы сказать, что исполнительный указ не имел никакой связи с намерением дискриминировать против мусульман. И на основании целого ряда фактов и факторов, да, я считаю, что это был именно правильный анализ, и в суде этот анализ был подтвержден. Когда мы проводим анализ на конституционность какого-то заявления, мы смотрим на намерение. Допустим, вместо административного указа был бы акт Конгресса. Если это был бы тот же закон, да, и Министерство юстиции это делало раньше, когда у нас был закон о защиту, закон Делба. Однако это было политическое решение тогда. Да, я тогда не работала в Министерстве юстиции, но это был пример того, как Министерство юстиции не подтвердило. Однако с вашей точки зрения административный указ не был конституционным. И, учитывая, что у меня не было такой уверенности, я не могла спокойной совестью защищать этот указ. Соответственно, конституционный или нет? Я считала, что я была не уверена в том, что это было конституционно, и я не могла защищать что-то, что мы считали ложным. Таким образом, вы считали, что он не конституционный? Да. Если бы я могла добавить, я понимаю, почему вы с моими формулировками здесь никак не можете согласиться. Вот давайте я вам... нет, у меня немного времени, я хотел бы вас остановить. Я бы так сказал, в какой момент акт Конгресса становится не конституционным? Все будет зависеть от того, что это за закон, и что он пытается... В какой момент времени? Чем он пытается достичь. Я смотрю таким образом и решаю, что он не конституционный, делаю это не конституционным? Я думаю, что в Министерстве юстиции мы со следующим вопросом сталкивались. Если бы мы защищали бы этот указ, то мы тогда должны были бы также подтверждать, что этот указ не имел ничего общего. Указ становится не конституционным. Соответственно, это что? Какое-то априорное определение? Я бы так сказал. Фактически. Кто нас назначил? Назначил вас на вашу должность. Соответственно, это решается вопрос конституционности или нет. Большинство актов Конгресса считаются конституционными. Да, они подразумеваются, но не всегда являются конституционными. И я в Верховном Суде не работала. И мы действительно выстрадали это решение. Я лично его выстрадала. И я очень серьезно отнеслась к этому решению. Именно потому, что я серьезно отношусь к своим обязанностям. Я считаю, что вы... Я верю тому, что вы говорите. Я пытаюсь понять, что вы говорите. Думаю, что это будет иметь важное отношение к будущему. В какой момент указ или какой-то исполнительный момент становится конституционным или не конституционным? Я считаю, что ответственность министра юстиции, если президент просит его или ее сделать что-то, что она считает незаконным или не конституционным, он имеет право отказать. Я это сделала. Еще пару вопросов. Можем ли вы согласиться в отношении того, я обращаюсь к вам, директор, и к вам, что русские попытались показать влияние на результаты выборов? Да, конечно. Считаете ли вы, что русские повлияли на результаты? Да, фактически мы в нашем развязанном сообществе сказали, что мы не можем прийти к такому выводу. У нас нет возможности, ресурсов и так далее, как бы то ни было. Мы знаем, что они не повлияли на результаты подсчетов голосов. А вы? Я не знаю ответа на этот вопрос. Мы, наверное, никогда не узнаем. Да. Да. Русские занимались этим в течение целого ряда лет. Я думаю, что они пытались влиять на результаты выборов. Да. Как я заявил в своем вступительном слове, они делают это по крайней мере с 60-х годов.